Курман Байрам Курман Мира считается одним из самых значимых праздников, и каждый правоверный проводит его в молитвах и восхвалении Всевышнего. По традиции праздник начинается с коллективного праздничного намаза. В этом году Духовное управление мусульман по Карачаевой Черкесии призвало верующих соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальный коврик для намаза. Коллективную молитву в Малокарачаевском районе провел председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибирдиев. Басмилляхи рахмяне рахим. Алхамду лиллях. Ва салату. Ва саламу. Ва саламу. Хвала Всевышнему. Когда все это закончилось с этой пандемией, вот мы собрались в мечети и уже отслужили. Гаид намаз. Пусть Аллаху Талла примет наш намаз. Сейчас все уже направились по домам резать жертвенное животное. Пусть Аллаху Талла примет этот курбан и чтобы это было им облегчением. Верующие, которые имеют возможность, в этот день совершают жертвоприношение. Мясо животного делят на три части. Одну оставляют себе, другой делится соседями, а третью отдают нуждающимся. Но самым важным аспектом остается намерение верующего. То, что касается самой молитвы, аид намаз, это уже суннат. То, что пророк Алейхи Салату, салам делал. И вот сегодня мы говорили пожилым людям, чтобы они не приходили, чтобы они остерегались. Вот молодежи сегодня было очень много. Несмотря на то, что они соблюдали дистанцию, все равно людей было много. Пусть Аллаху Талла примет все наши молитвы и чтобы мы все живые и здоровые дошли до следующего праздничного намаза. Ас-саламу алейкум ва рахматуллах и таалу ва баракату. Исмаил Хаджибердиев еще раз призвал мусульман соблюдать меры безопасности, отказаться от похода в гости и провести этот праздник в кругу семьи. Руслан Жукаев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия с праздничной молитвы Хурман-Байрам. Жители Карачаева-Черкесии с праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Хурман-Байрам сближает людей всех национальностей и конфессий. В Карачаево-Черкесии в мире и согласии живут представители различных народов и вероисповеданий. Все мы чтим религиозные праздники и национальные традиции друг друга. Дорогие земляки, пусть ваши дома будут наполнены добром, счастьем и достатком. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание. Мира, здоровья и долголетия всем землякам. 20 лет в эфире 1 августа 2000 года телезрители Карачаева-Черкесии увидели информационную программу с новым названием «Вести Республики». Два десятка лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные и спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой нашего телеканала. Как зарождалось новое информационное обещание и кто делает главные новости республики? Репортаж Светланы Шагановой. В эфире «Вести». Вы смотрите «Вести». Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. «Вести» приходят в каждый дом. Все самое значимое и интересное в наших информационных выпусках. Телевидение, как и модные кутерье, диктует свои правила и не стоит на месте. На главной площади республики жители Карачаева-Черкесии встретили новый 2000-й год. Садники Карачаева-Черкесии поднялись на западную вершину горы Эльбрус на лошадях карачаевской породы. Более 16 тысяч гектаров зерновых культур уже убрали в хозяйствах республики. В новое тысячелетие по-новому. Жизнь началась словно с чистого листа. Жизнь на ТВ – это постоянное действо. И с каждым днём его нужно обновлять, добавлять красок. Так и произошло с информационным вещанием на главной второй кнопке РТР. 1 августа 2000 года в эфир выходят «Вести республики». Огромная часть дороги просто провалилась под землю. Это единственный мост, который связывает город с внешним миром. Света, до 2000 года программа называлась «Новости к этому часу». Что произошло 1 августа 2000 года? Почему программа сменила своё название? Да, правильно, Света. Программа называлась «Новости к этому часу». Она выходила только раз в день и в неопределённое время. Где-то после окончания программы на национальных языках. И тогда директор, в то время это был Василий Василенко, предложил переименовать программу «Новости к этому часу» в «Вести республики» и выходить в чёткое время, в 20.30. Чтобы зритель ждал это время и он знал, когда включить телевизор. Что мы сделали? 1 августа 2000 года в эфир, в прямой эфир, вышла программа «Вести республики». Уже тогда, 20-летние, мы понимали, что это не просто переименование программы, это совершенно другая история. Мы должны были стремиться к тому, чтобы работать как федеральные вести. Это очень большая ответственность. Хочу сказать, что вести никогда не выдадут недостоверную, непроверенную и однобокую информацию. С годами менялась власть, сменяли друг друга и события. И характер вестей становился всё жёстче. Вести открыто и объективно в своих репортажах рассказывали о происходящем в республике. Корреспонденты оказывались там, где пульс жизни. Пострадавших поместили в реанимобиле и отправили в центральную районную больницу. Большой стаж работы не могут вам гарантировать того, что вы никогда не попадёте в ДТП. Пожар уже локализован, огонь потушен. Причины и последствия чрезвычайного происшествия предстоит пока ещё выяснить следователям. Непередаваемое ощущение подъёма. Я представляю, каково это потерпевшему. Сейчас место отцеплено. Работают криминалисты. Стремиться работать как федеральные вести, быть в куще событий, стоять на передовой. И, проще говоря, увидеть всё своими глазами, проанализировать это быстро, взвесить всё за и против, опросить все стороны и рассказать это зрителю, который ждёт тебя и доверяет. Вести всегда были и есть на передовой. Звание корреспондента нужно было доказать интересными репортажами. Мадина, вот скажи, каждый раз, выезжая на съёмку, какие у тебя ощущения, впечатления, чего ты ждёшь от съёмки? И вообще, что для тебя значит работа в службе информации? А, Светлана, работа в службе информации, это в первую очередь мне нравится здесь ритм жизни вестей, темп вестей. То, что вести всегда в эпицентре событий, и мы готовы первыми и, самое главное, достоверно рассказать телезрителям о происходящем. Ну, а самое главное, наверное, это то, что вести иные репортажи привлекают общественность к важным вопросам обычных людей. Когда уже после тебе звонит человек и говорит слова благодарности, это, поверьте, очень-очень приятно. Приятно слышать слесные слова от телезрителей и вдвойне приятно работать для них. Ведь главное лицо в репортаже – это человек. И за 20 лет вести рассказали немало историй и печальных, и радостных. За этой дверью, можно сказать, за семью замками, хранится архив ГТРК Карачаева-Черкесия. На этих полках хранится история Карачаева-Черкесии, история в лицах. На этих видеокассетах целая жизнь. С появлением новшеств на медиарынке работать стало проще. Техническое оснащение в корне изменилось. И если раньше, чтобы найти определенный репортаж, программу или важный кадр, архивариусу нужно было перелистать кипу журналов и перелопатить десятки кассет. С приходом цифрового вещания телевидение полностью обнулилось и шагнуло в цифровую эру. Работать стало проще и интереснее. А главное – появилась возможность качественно реализовать телевизионный продукт. Если раньше, выезжая на съемки, корреспондент запасался вот такими кассетами, то теперь достаточно одной флешки. Я работаю с 93-го года и изменилось техническое оснащение, это ничего не сказать, в лучшую сторону. Достаточно просто воспользоваться этим жестким диском, вставить в магнитофон, вписать ключевое слово, то, что ты именно ищешь. И он буквально в секунды находит весь материал, который есть, связанный с этим словом. Все очень-очень обновилось. В заботливых руках Руслана Гедугова побывали все видеокамеры. Если техника захворала, то Руслан обязательно ее реанимирует, и камеры снова в работе. Это хранилище – тоже история вестей. И в этой 20-летней истории отражены тысячи кадров, тысячи ракурсов и тысячи людей. Здесь хранятся видеокамеры, которые отслужили свой срок и ушли на заслуженный отдых. Сколько событий видели они в своих объективах? Это первые наши камеры, кассетные, которые уже сняты с производства нашего. Сейчас перешли на флешки, на цифровые. Я помню свой первый день, когда я только сюда пришла. Какие-то были ощущения такие непонятные, что же будет у меня. И буквально через несколько дней я поняла, что это мое. Вот эта профессия – это действительно мое. Я вся вникла в эту профессию. Мне до сих пор нравится, вот уже 15 лет, как будет, как я здесь работаю. Мне до сих пор нравится, мне интересно выезжать, встречаться с интересными людьми. События такие очень интересные. Хотя республика маленькая, но событий достаточно. Мы каждый день сталкиваемся с чем-то новым. Мы стараемся объяснить нашим зрителям, передать им все то, что мы сами видим своими глазами. Над каждым выпуском «Вестей» работает целая команда. Операторы, корреспонденты, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Видеоинженер Мурат Шурдумов – мегамозг телевидения. От него зависит качество картинки в эфире и вообще выход в эфир. Режиссер, он же рулевой эфира, уверенно идет к своему штурвалу – режиссерскому пульту. У режиссера прямого эфира, как и у летчика, нет права на ошибку. Из десятка кнопок нажать именно на главную. Сколько кнопочек нужно для того, чтобы мы вышли в прямой эфир? Покажи, пожалуйста. Ну, это координация многих кнопок. То есть даже выход в прямой эфир начинается не на этом пульте, а даже уже в КРА. Модор. Если горит красный свет, то вход в павильон строго запрещен. Идет прямой эфир. Но сегодня мы нарушим все правила. Вот из этой студии выходят в прямой эфир главные вести Крачаева Черкесии. У ведущего, как и у режиссера, очень большая ответственность. Режиссер выполняет роль дирижера в этом всем пространстве. То есть от его команды точной, вовремя поданной выйдет в эфир тот или иной, может даже брак или наоборот спасти, будет чистый эфир. Случаются и внештатные ситуации, но профессионалы легко с ними справляются. Бывает такая ситуация, что ты сидишь несколько секунд до эфира, уже Эрнест Мацкевич передает слово регионам, а ты в ухе слышишь, понимаешь, что первая новость еще не готова. И тебе говорят, Светлана, начинай со второй новости, попозже объявишь первую новость. И тогда тебе приходится так концентрироваться, чтобы, во-первых, и волнение должно пройти. Если ты будешь волноваться, будет волноваться вся режиссерская группа, и просто эфир не получится. Если я в обычной жизни очень эмоциональный человек, то в эфире я сама скала. Меня вообще не сдвинешь с места, разве что если взрыв какой-то произойдет, может тогда я и среагирую на него. Вести – это профессиональная команда. И во время прямого эфира, если и случаются шероховатости, то зритель их даже и не замечает. Ведущий эфира, он тоже рулевой, виртуозно и до конца эфира играет свою главную роль. Света, многие жители республики уже готовятся ко сну, а ты только что идешь на эфир. Да, нормальные жители республики после трудового рабочего дня уже отдыхают, лежа на диване перед телевизором, а я иду по этому коридору, иногда даже бегу, расплюскивая чай из кружки. Да, кстати, интересно, мне всегда была пустая кружечка? Нет, чай, зеленый, иногда черный. И хочу сказать, что что бы ни происходило в мире, в России и в Карачаево-Черкесии, вести выйдут в свое обычное время, чтобы рассказать зрителю, что произошло сегодня в республике. Светлана Казиева в студии вестей. Время прайм-тайма. 15 минут до эфира. На языке телевизионщиков – боевая готовность. И когда вы мне скажете, после рекламы, да? Значит, начинаем с какой? Сады цветут. Садовом снова зацветут сады. Самая волнующая, волнительная минута – это, получается, минута до эфира. И вот когда мы слышим, а сейчас время ваших региональных вестей, мы уже все должны быть на готове сидеть и быть готовыми к действию. Вы делаете глубокий вдох, да? Да, да. Быть журналистом – не просто профессия, это образ жизни. И чтобы достичь результата, не просто любить эту работу, а быть ее фанатом. Петербург – действительно особенный город. И попадая в него, чувствуешь его величие, гордость и строгость. Сегодня у зрителей Большого Кремлевского дворца была возможность познакомиться с самобытной культурой народов Карачаева-Черкесии и Гушетии. Для того, чтобы мэр Черкеска стал мэром Черкеска, создается специальная комиссия. Символически стукнуть кирпичом по каске. Наверное, на счастье. Сегодня не всем участникам фестиваля удалось выйти сухими из воды, а согреться они смогли возле вот такого самовара. Рекультивация проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна». Лесникам пришлось прервать работу на неделю, повлияли погодные условия. Но сейчас посадка деревьев ведется в прежнем режиме. Программа «Вести Карачаева-Черкесия» выходит в эфир несколько раз в день и в разное время, а также с учетом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале пять национальных редакций. И «Вести» говорят на разных языках республики. С 2001 года наш телеканал стал называться «Телеканал Россия». На сегодня это один из ведущих национальных каналов. А ежедневная программа «Вести» популярная у зрителей всей России. Во многом эта информационная программа определила вектор современного телевидения. Компания «ВГТРК» – это крупный медиахолдинг. Информационщики не только делают новости, но и создают различные проекты. Наша программа открыла зрителям новые имена в одноименном проекте. Так называемая «Республиканская фабрика звезд», на кастинг которой выстраивались очереди. Первый музыкальный фильм на привале, который был удостоен награды на международном конкурсе телевизионных фильмов. И совсем недавний амбициозный проект «Секрет Эльбруса». В нем отражена вся многовековая история и традиции народов Карачаева-Черкесии. В фильме в одно лоскутное одеяло соткана дружба народов. Не нужно думать, что телевидение умирает под наплывом новых средств массовой информации, социальных сетей. Оно не стоит на месте, внедряет новейшие технологии, которые недоступны другим СМИ. Вести выходят в прямой эфир из разных уголков республики и всегда с актуальными темами и репортажами. И включая телевизор, зритель обращает свой взор к новостям. Руководство нашего телеканала задало высочайшую планку, ведь логотип Вести – символ высокого профессионализма и качества информации. Мы работаем для вас, нашего долгожданного и любимого зрителя. И так уже 20 лет Вести в эфире. Ждите только добрых Вести. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Стас Полянский, Александр Горпинченко. Вести. Карачаева-Черкесия. Специальный репортаж к 20-летию в Вести смотрите завтра в 8.20 утра. Это все Вести. До встречи и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова